Я уже не первый раз в начале, я хочу сразу сказать, и в вашем случае тоже, прошу перечитывать свои тексты. В тексте было много ошибок, мы выправили. То, что на сайте, это уже исправленный текст. Но было много ошибок. Кроме того, были несостыковки, не было логики. Или, если она была, то неизвестная мне, и, соответственно, неизвестная нашим посетителям. Иногда я смогу это дешифровать, но я не чувствую, что я должен заниматься расшифровкой текстов. Это жалко мне моего времени, вашего и кого угодно. Поэтому авторы вопросов, пожалуйста, прочтите как следует сами свои тексты глазами того, кто должен на них отвечать. Не своими глазами, вам же все понятно. Это же вы написали. Но глазами того, кто должен отвечать на эти тексты. Ну и, соответственно, того, кто потом будет слушать или видеть, читать эти ответы. Поэтому мне приходится в последнее время много тратить сил на то, чтобы делать то, что не нужно делать. Это неуважение ко мне и к другим людям. Так что, пожалуйста, примите это замечание всерьез. Теперь суть вашего вопроса. Какой смысл был в том, что Рабия Киева провозгласил Бар-Кохба Машеху? Немножко истории. Время примерно 80 лет после разрушения храма. Неважно, 80, 70, 75, примерно. Второго храма. Когда римские войска правили здесь, в Израиле, страной, вошли, захватили, оккупировали. И в рамках их стратегии захвата разрушили Иерусалим и разрушили храм. Установили свою власть. Иерусалим вообще перекопали, переломали. Все. Что было, то было. А евреи остались. Были наши учителя. Были простые евреи. Очень много погибло. Все разрушено. Но как-то жили. Примерно через 70 лет после этих событий жить было очень тяжело. Можно сказать, с точки зрения евреев это почти невозможно. Римляне запретили изучать Тору. Запретили многие элементы, связанные с соблюдением Торы. Это невозможно так жить. Что делать? С другой стороны, Рим это империя. Империя, которая разрушила почти все, что было в то время. Величайшая империя. Что делать? Подняли восстание. Во главе был некто по имени Баркомба. И вот это восстание вдруг или не вдруг стало успешным. Большая часть земли Израиля были освобождены от захватчиков. В течение трех лет страна была под властью евреев. Были синагоги, ешивы. Даже экономическая жизнь была самостоятельная. Чеканили монеты, свои деньги были и так далее. В этот момент во главе учителей Торы, да и вообще исторически, во главе был наиболее выдающийся учитель Торы в северо-временах. Назывался Раби Акива. И он на этого Баркобу смотрел, как на Машеха. Мы сейчас поговорим на эту тему. Потому что на его глазах все разрушено, все уничтожено. Буквально из ничего, из пепла возрождается еврейская жизнь. И где? На земле Израиля. Он назвал его Машехом. Через четыре года, в течение четырех лет, все кончилось. Римляне прислали подкрепления, легионы, батальоны, как говорят, дивизии. Разгромили все. Были убиты тысячи людей. Говорят, десятки тысяч людей. А может быть, даже и больше. Страна была затоплена в крови. Ну, видно, что не Машех. Хотя мы не знаем, что такое Машех. Поговорим сейчас об этом. И потом на ваш вопрос. Ситуация, когда во главе еврейского народа находится человек, который так организует жизнь еврейского народа, что мы живем по законам Торы, который восстанавливает изучение Торы, который так создал, что мы живем независимо от других народов. Не в рамках политической независимости или какой-то другой, а действительно, действительно независимо абсолютно. И все у нас на земле Израиля так, как должно быть, ну, с точностью до возможности. Такого человека можно назвать Машехом. А если к тому времени придет пророк Илья, и все это подтвердит, и его действительно помажут маслом оливковым, специальным, то это еще больше будет Машех. А если еще будет с неба спуститься, да, с неба, я не говорился, спуститься третий храм, то это еще больше будет Машех. А если после этого будет возрождение умерших, то это еще больше будет. А если это будет не этот Машех, а процесс весь будет, не выраженный в виде одного такого человека, как мощный процесс всего народа, или, как я пишу иногда, и мы пишем на сайте, будет каскад удивительных событий, когда за день, два, три все изменится, на естественные события. Это еще больше будет называться Машех. А кто будет Машех тогда? Сам процесс называется Машех. То есть приход Машех – это процесс. Это не противоречит тому, что это может быть один человек, может быть процесс, может быть этапы процесса. В наших книгах глубоко разобраны примерно десять вариаций, или взглядов на то, что такое Машех, что такое приход Машех, что такое время Машеха. Десять вариаций. Разных очень. И в книгах пророков, просто мы сразу видим, нельзя сравнить, что говорил о приходе Машеха пророк Захария, или пророк Ишаяху, или намеки в Торе, или это у пророка Ихескера, или у пророка Миха, или у других пророков. Все это про Машеха, и все по-разному. Поэтому можно более чем понять рабе Акиву. Он не имел в виду, что вот на этом все закончится, и он ошибся. Он имел в виду, что вот в действиях, которых он видел, есть элементы прихода Машеха. И он, чтобы приободрить, чтобы дать этому всему оценку еврейскую, назвал этого Баркову Машехом, но не назвал, не наложил на него корону, не сделал его, так сказать, Машехом по-настоящему, а сказал и дал фразу из Торы, которая подкрепляет это, вот это вот приход Машеха, так это выглядит. Ошибся рабе Акива? Нет, потому что так это выглядело. Прав был рабе Акива? Тоже нельзя сказать, потому что не оказалось то, что мы понимаем под приходом Машеха. Как говорится, и так правильно, и так правильно. И поэтому, кстати, мы начали с того, что рабе Акива был самый выдающийся учитель, не только в своем поколении, но и вообще, как учитель Торы. Я не сравниваю с Маше Рабейну, который был выше всего. Я говорю, с обо времена учителей Торы, Мишна, Талмуд и дальше. Не было такого, как рабе Акива. Но другие учителя возразили. Вот видите, так у нас. Другие возразили и сказали, что это не так, это неправильно. Так что было рабе Акива и те, кто с ним. И были другие, которые сказали, что это не Маше, и еще хуже даже, совсем плохо сказали. Кто из них прав? И те, и другие. Потому что это процесс идет. Процесс выкорчевывания в мире плохого и привнесения в мир хорошего. И вот этот процесс, это процесс прихода Маше. А когда будет выкорчевано много и привнесено много, это будет уже называться приход Маше. Уже пришел, есть. Но для этого должно быть вот это, выкорчевать много и привнести много. Когда это случится, никто не знает. Это может быть действительно в любое время, всегда. Сегодня это более ясно, что может быть завтра или через год, или через 50 лет. Трудно было с этим жить 200 лет назад. Мир был другой, тяжело, тяжело евреям, плохо. Но евреи всегда верили. Почему? Потому что это все приход не человека, не каких-то политических партий, не общественных движений, не каких-то религиозных групп. А это приход всего еврейского народа в новое состояние. Это всегда может быть. Потому что на все есть рука Всевышнего. Если мы могли выйти из Египта, а Египет был самой большой мировой державой империи того времени, три с половиной тысячи лет назад, мы вышли из Египта. Египет был разрушен. Он просто был, как говорится, приведен в состоянии панического, паники, страха, непонимания. А мы вышли, так мы можем всегда это сделать. Поэтому всегда может прийти Машеф, и может не прийти тоже. А наша задача это заниматься нашей работой. А наша работа служит Всевышнему. исправлять мир в рамках Торы. Как это Тора понимает. Полно материалов на нашем сайте. Вот это и есть приход Машефа. И Раби Акива это один из эпизодов. Очень интересный, очень необычный. Я думаю, действительно же интересно. Сложно, интересно, духовно. Все красиво было. И очень-очень сложно. Море крови было пролито тогда. нашими врагами. Но так мы живем. И это пережили тоже. И поэтому все переживем. Все доброго. До свидания.